Добрый вечер. Большое спасибо за Ваше приглашение. Большое спасибо за то, что все Вы здесь сегодня собрались. Я действительно немножко даже смущаюсь, потому что такая полная аудитория. Так много людей сидят передо мной, и еще люди стоят за пределами аудитории в коридорах. Я впервые приехал в Санкт-Петербург. Я полагаю, что я в Санкт-Петербург. Я в своих мечтах был много-много раз, и я могу сказать, потому что это один из тех городов, где уважают науку, культуру, поэзию, литературу, и поэтому, по большому счету, все это гудит у меня в голове, все, что я получил, все, что я узнал уже за последние 24 часа. Поэтому я постараюсь с Вами поделиться некоторыми соображениями по поводу медицинской доказательной базы и медицинским данным надежными. Итак, в основном медицинские исследования, клинические исследования, к сожалению, они являются бесполезными. Мы хотим, чтобы они были полезными для нас, потому что медицинские исследования – это, безусловно, то, что будет менять наши жизни к лучшему и спасать жизни людей. И действительно, это в некоторой степени так, но то, что мы производим зачастую, это не совсем то, что мы бы хотели получить, не совсем те данные. И именно по этим причинам, по которым эти данные зачастую непригодны, и это те самые способы, при помощи которых мы можем все-таки сделать их полезными. Мы должны, прежде всего, задуматься о проблеме. Есть ли у нас какая-то проблема, или мы создаем какую-то проблему, которая на самом деле не существует при помощи подобных исследований. Мы также должны подумать о контексте. Необходимо ли нам действительно дальнейшее исследование по данной теме, либо контекст достаточный. Мы ответили на все наши вопросы. Сбор информации. Если мы запускаем новое исследование, насколько оно для нас действительно нужно и пригодно. И нам нужно еще одно исследование, или мы проверили достаточное исследование, насколько мы изменим антропологию, так скажем, самой системы, или архитектуру системы, если мы получим положительные и отрицательные результаты. И, на самом деле, отрицательный результат может во многом изменять и давать нам огромный информационный выигрыш. Прагматизм. Действительно ли это отрежает реальную ситуацию? Зачастую мы получаем данные, которые не соотносятся никак с реальной проблемой, с реальными людьми, с реальным контекстом нашей жизни. Если у нас есть отклонение от некой реальности, действительно оно является значимым, может ли это привести к неким значимым и совершенно иным выводам или нет. Затем, пациентцентрические подходы. Действительно ли мы ставим пациента во главу угла, и действительно ли мы общаемся с нашими пациентами в ходе данного исследования, и действительно ли оно направлено на преимущество для пациентов? Это крайне важные моменты. Затем, деньги. Стоимость самих исследований. На самом деле, исследования стоят денег. Мы стараемся все инвестировать в науку, и на самом деле, сегодня призывают все абсолютно инвестировать в науку еще больше, потому что таким образом обеспечивается научный прогресс. Но абсолютно разные типы исследований имеют разную доходность и разную, так скажем, возврат этих инвестиций. Это также важный момент, которым мы должны принимать внимание. Затем, осуществимость. Осуществимость – это очень важный момент. Иногда у нас есть некоторые ожидания, которые являются не совсем осуществимыми, и очень многие исследования, около 80% по большому счету являются неосуществимыми, потому что мы не можем набрать то количество пациентов, которое мы предполагаем для того, чтобы набор. И прозрачность, на самом деле, прозрачность – это такой очень важный термин, который включает огромное количество разнообразных аспектов. И открыто ли это исследование? Является ли оно прозрачным? Можем ли мы полагаться на эти данные? Есть ли у нас какие-то субъективные моменты в этом исследовании, в дизайне исследования, в протоколе исследования, в сборе данных, в анализе данных? И насколько мы можем в результате верить подобным результатам – это крайне важный момент, потому что даже если мы подпадаем под все остальные критерии, но если мы по большому счету не можем доверять этим данным, то если нет достаточной прозрачности, то в этом случае, конечно, это не совсем хорошее исследование. В большинстве случаев исследования подпадают под только несколько из этих критериев. И если вы по большому счету прочитаете публикацию, то зачастую вы видите, что исследования не соответствуют некоторым из этих критерий, а иногда и большинству из них. Ну, например, вы можете задать мне вопрос, а должен я тогда читать статьи в Ланцетти, в Journal of Medicine? Даже в этих изданиях публикации зачастую не соответствуют этим критериям. Что еще хуже, это то, что у вас будет отсутствовать некоторое количество очень хороших исследований, большая часть хороших исследований, даже которые не опубликованы в этих исследованиях, которые публикуются в большинстве исследований, они могут не соответствовать этим критериям. И наоборот, в очень небольших изданиях вы можете найти ценную информацию, которая будет соответствовать большинству этих критериев. И вот, так скажем, неоднородное исследование. Вообще, на самом деле, исследования не всегда отражают бремя того заболевания или проблемы, которые исследуются. Вот это, например, исследование, которое проводилось уже больше 30 лет назад Франклином и Вестом, которое подсчитали в то время, что, например, для губчатой энцилофопатии было 2050 разнообразных публикаций в Медлане. Это означает, что на каждого пациента, который уходил из жизни из-за этой проблемы, было больше 2000 разнообразных публикаций по данной теме. Для Медлане и Гравис это было 156 публикаций, а для сердечно-сосудистых заболеваний только 7,7 разнообразных публикаций на тысячу пациентов. И затем варикоз, например, тяжелый варикоз вен, это 0,5. Соответственно, у нас небольшие данные по данной проблеме, а надо сказать, что это проблема, время которой переоценить, в общем-то, достаточно сложно. И вот эта нероднородность, по большому счету, не стала лучше за последние 30 лет. И во многом вы увидите, что мы обращаем внимание на те участки, на те зоны медицины, которые выглядят прекрасно или звучат замечательно и очень привлекательно, но на самом деле не являются значимыми. Когда мы говорим о сравнениях с тем, что происходит во всем мире, ситуация становится даже хуже. Порядка 20% глобальной заболеваемости находятся в районе субкваториальной Африки. Однако менее 1% всех клинических исследований в мире проводятся в этом регионе. Таким образом, большинство исследований, которые проводятся в субкваториальной Африке, проводятся, чтобы ответить на вопросы, чтобы выяснить те вопросы, которые не важны для населения там. Эти исследования пытаются ответить на вопросы важных людей в Калифорнии, в Масса-Сюсетсе или в каких-то других благополучных сообществах. Таким образом, мы видим очень серьезную, скажем так, разбалансировку по темам и по местам, где это проводится. Но тем не менее, когда мы получаем данные, какие-то информации, хорошего ли она качества, к сожалению, нет. Это эмпирическая оценка, в которой было оценено порядка 1600 систематических обзоров в Кахрановской базе данных. И мы пытались понять, как часто, когда используются так называемые критерии грейд, это инструменты для оценки, скажем так, уровня доказательности полученных данных, с тем, чтобы понять пригодность вырабатываемых рекомендаций, мы пытались понять, как часто мы получаем доказательства высокого качества. Их, к сожалению, небольшое, очень мало. И зачастую даже не проводится оценка по классификации грейд. Почему? Потому что нет данных, которые можно оценить. То есть большинство вопросов у нас нет доказательств, и когда есть доказательства, они в большинстве случаев низкого или умеренного, среднего качества. А как... И ситуация даже еще хуже. И даже если мы получаем данные высокого качества, мы иногда не можем действовать, скажем так, или вырабатывать адекватные выводы. Можете задаться вопросом, как часто мы получаем выводы высокого качества, плюс статистические достоверные результаты, плюс благоприятную интерпретацию для соответствующего изучаемого вмешательства, всего лишь 25... Это было всего лишь 25 раз на 1400 статистический обзор. То есть мы видим, то есть у нас очень серьезная неопределенность присутствует. При этом мы должны принимать решения. Нужно понимать, что мы должны делать. Одна терапия, другая терапия. Или вообще нужно отказаться от терапии. Нужно делать что-то или не нужно делать ничего. Но, тем не менее, доказательств у нас очень мало. Данных очень мало. И в многих ситуациях мы собираем большое количество данных, но эти данные не относятся, скажем так, к тому, что важно. Один из моментов задать себе вопрос, важный или нет, это задать следующий вопрос. Что вы измеряли? Каковы исходы исследований, которые были проведены? Если исходы исследований таковы, что они информативно бесполезны, даже если исследование проведено очень хорошо, с очень тщательно разработанным дизайном, с очень хорошим подбором методов, мы в итоге, по сути, все равно не будем знать, что же произошло с этими пациентами по тем или иным неблагоприятным исходам. И в этом исследовании, которое я показываю вам, мы изучали ту область, которая, возможно, является наиболее чувствительной в доказательной медицине. Это область, на которой, собственно, начиналась сама система, как лампская база данных, и начинались проводить мета-анализы и схематические обзоры. И мы пытались посмотреть на все исследования с преждевременно рожденными младенцами, во скольки из них говорилось о хроническом поражении легких. Менее, чем в треть этих исследований, даже несмотря на то, что это заболевание является тем, что вы однозначно хотели бы знать, имеется оно или нет у этих детей, поскольку это очень важная проблема, и эту проблему нужно учитывать, прежде чем принимать то или иное терапевтическое решение. И, возможно, слышали, что доказательная медицина похожа на пирамиду, и вот эта пирамида, ее рисовали в различных конфигурациях, но, как правило, люди наверх помещают, на верхушку пирамиды помещают систематические обзоры, рандомизированные исследования и мета-анализы. И рандомизированные контролируемые исследования, естественно, очень близки к вершине, но нам нужно много таких исследований, чтобы понять, как то или иное вмешательство, тотальная терапия работает в тех или иных условиях. И далее имеются обсервационные исследования, и внизу этой пирамиды находятся эксперты, такие, как я, эксперты, которые выступают со сцены, которым, в общем-то, сложно доверять. Так что задавайте вопросы, сомневайтесь в том, что я вам говорю. И есть новая форма экспертов, это твиттеры, это такой твиттер-экспертиза, ее даже быстрее свое мнение можно распространить. И я думаю, что это очень интересный способ для того, чтобы услышать о чем-то новом и эту информацию, скажем так, распространять. Но очевидно, что все это не является доказательным, это является мнением. И я зачастую, это стереотипное мнение, иногда это мнение с наличием конфликта интересов, а иногда это мнение, скажем так, глупца. И иногда пирамиды разрушаются, иногда их разрушает, и большинство пирамид в доказательной медицине, они разрушаются по разным причинам. Одна из причин – это наличие финансового конфликта, но могут быть и другие причины. И в итоге нам остается то, что называют, ну что ли, мусор медицинской дезинформации, если хотите. То есть мы зачастую, информация, полученная в исследованиях, не приносит ничего пациентам или не приносит ничего полезного для принятия решений. И большинство медработников на самом деле не знают о наличии этой проблемы, а они принимают то, что мы знаем. То есть они говорят о том, что у нас есть профессора, у нас есть эксперты, и они знают то, о чем они говорят. Но на самом деле это не так. Вот я, например, не знаю. И даже если медработники знают об этой проблеме, большинству медработников не хватает навыков для того, чтобы наценить надежность и пользу получаемых медицинских доказательств или данных. И это цель, за которую стоит бороться. Мы должны понять, как нужно получить те навыки, которые позволят нам оценивать доказательства, чтобы понимать доказательства, чтобы их классифицировать. Многие университеты, очень большое количество университетов во всем мире, они пытаются учить студентов в основном неким определенным темам. Они пытаются сделать их экспертами определенной темой. Но я бы поспорил с тем, что нужно ли пытаться университету, чтобы университеты делали из своих студентов те, кто умеет задавать вопросы, чтобы дать им в руки инструменты, которые они могут применять корректно, поскольку если доказательство, с доказательством такая большая проблема, нужно использовать их очень аккуратно. И зачастую пациентам и их членам семьи зачастую не хватает релевантных данных и, собственно, руководства о том, что же делать в отношении той или иной медицинской проблемы. И какие есть варианты? Зависит в том, что врач, эксперт может пытаться доказать убедительным образом, что я знаю, что я вам говорю, я знаю и понимаю то, что я говорю, и что нужно делать. Но зачастую эта коммуникация не работает, и в итоге это приводит к неправильным выборам, это уничтожает доверие к науке, и это приводит к тому, что люди начинают думать, двигаться в каких-то странных направлениях, которые начинают думать о том, что может быть то, что хорошо, например, если мы считаем, что ЕМР – это бесплатный метод, но, возможно, они начинают думать, что, может быть, это не так. Или даже то, что мы знаем, что табак – это плохо, и он убьет в следующем веке, оно убьет громадное количество людей, они начинают сомневаться, а, может быть, это тоже не так. Возникает некоторая путаница о том, что пациенты и их родственники, скажем так, какую информацию они получают или воспринимают со стороны медиков. И я упомянул финансовый конфликт как одну из важнейших причин, почему пирамида доказательств зачастую может быть разрушена. Но, тем не менее, есть масса других причин, и иногда очень сложно определить, что же пошло не так в той или иной области, и почему у нас нет достаточных данных, которые нам, собственно, нужны. Несколько лет назад я написал эту работу, которая, скорее, такое эссе, это изменение на древнегреческом будет звучать как «Аплохия» моему учителю, к сожалению, ушедшему, Дэвиду Сакету. И здесь практически мой плач о том, что доказательная медицина была очень успешной, и в итоге ее успех украли, ее удачу украли. И многие в медицине используют термин «доказательная медицина», но на самом деле они под этим термином подразумевают что-то другое. Они подразумевают, скажем так, рекорнацию медицины на основе экспертов, которая основана на мнении экспертов. Большая часть этого зависит от того, кто разрабатывает и кто, скажем так, отвечает за шоу в доказательной медицине. Когда мы говорим о терапии, то то, что мы как общество согласились, в большинстве соглашения, к которому пришли, в общество, что компании, фармакомпании должны производить клинические исследования по предлагаемым им методам лечения. И это проблема. Это практически означает, что мы на эти компании получаем серьезное бремя. Во-первых, они должны тратить громадное количество денег, чтобы проводить эти исследования. Второе, они должны получить ответы на то, получат они деньги или нет, или заработают ли на этом или нет. Соответственно, лучше было бы попросить художника вешать картины среди других и потом сказать ему, а теперь тебе нужно выбрать победителя из всех других конкурентов в галерее. То есть, мы просим фармакомпании дать ответ, который будет подходить под их желания. И это, собственно, не очень корректно. Вот это типичная ситуация. Здесь вот мы видим 16 компаний, которые спонсируют громадное количество исследований. И каждая из этих компаний здесь показана вот таким вот узлом. И вы видите все связи между этими узлами. Чем больше узел, тем большее количество исследований они проводят. И связи не так много, поскольку очень немногие компании проводят исследования, в которых сравнивается продукт одной компании напрямую с продуктом другой компании. Но, как вы видите, имеется очень толстая такая цепь, аутопетля. То есть, другими словами, это то количество исследований, которые проводят компании, где все в исследовании касается и относится к собственному продукту. То есть, продукт A плюс продукт A или продукт A плюс продукт B. И при этом A плюс B, они спонсируются одним и тем же производителем. Они производятся одним и той же компанией. Соответственно, неважно, какой будет ответ. Тем не менее, компания, собственно, выиграет, независимо от результата исследований, независимо от сравнения. Далее, еще один пример. Здесь было проведено исследование крупнейших исследований сравнительной эффективности. И практически 96% этих исследований пришли к выводам, благоприятным для спонсора исследований. И я думаю, что мы можем пропустить этот шаг, если мы уверены практически на 100%, что исследования будут успешны для того или иного препарата. Зачем вообще проводить это исследование? Нет причин его проводить, и мы можем сэкономить эти деньги и сделать что-то другое. Эти исследования, проводятся они плохо с точки зрения организации? Нет. Если посмотрите на, скажем так, все требования к качеству, там все будет в порядке. Но то, как они, то, как вы там язык используете, как проводится сравнение между двумя группами в исследовании, и то, как определяется граница сравнительной эффективности, она такова, что эти исследования просто обречены к тому, чтобы быть успешными для спонсора. И метаанализы, они появились, чтобы спасти нас. Когда одиночные исследования открывают столько места для систематических ошибок и неопределенностей, мы надеемся, что метаанализы соберут вместе все данные, оценят все систематические ошибки и скажут нам, вот здесь этому можем доверять, а этому мы не можем доверять. Мне очень нравятся метаанализы, но, к сожалению, они также стали болезнью до какой-то степени. Они стали слишком успешными, как эпидемия. И это очень высокоуровневые сводные данные, которые я опубликовал несколько лет назад, в которых изучалось это текущее состояние метаанализов. Здесь порядка 100 тысяч метаанализов были опубликованы, здесь паранализированы, и отбросив те, которые проведены и даже не опубликованы, в большинстве случаев, поскольку их спонсируют компании или какие-то другие спонсоры, которым не понравились результаты. У нас есть те, которые являются ненужными и излишними. Иногда есть ситуация, когда проведется до 20 метаанализов, и не было причин совершенно проводить такое количество. Есть также метаанализы, которые хорошо проведены, качественные, но бесполезны. Есть также громадное количество таких пузырей в литературе. Самое важное, это, собственно, касается гены грибов кандидата, и тысячи и тысячи статей было опубликовано в очень хороших журнах. Но мы знаем, что эти исследования ненадежны, и мы знаем, что эти метаанализы в итоге приводили к некорректным дезинформирующим выводам. Есть также интересный компонент, который, если у этих исследований, это исследования, которые настолько дефектны, что их невозможно починить. И есть небольшое количество исследований, которые качественные приведены и клинически полезны. И вопрос там, как нам выделить, экстрагировать, скажем так, если хотите, эти исследования из метаанализа. Нам нужно обучать студентов, врачей, исследователей, для того, чтобы они умели, были способны идентифицировать такие полезные и корректные метаанализы. И еще одна линия защиты, если хотите, это рекомендации. Это правительственные, да, то есть рекомендации могут быть полезными, поскольку в них учитывается не одно исследование, теоретически. Теоретически они должны оценивать все исследования, и теоретически они должны использовать очень хорошо проведенные систематические обзоры, метаанализы. И, опять же, теоретически, их составляют люди, у которых нет конфликта интересов, и они пытаются из всего этого мусора, из всего этого бардака создать что-то, чему мы сможем доверять. Но, к сожалению, порядка 90% рекомендаций, скажем так, имеют некие признаки, которые указывают нам, что им доверять невозможно. И вот они здесь перечислены, но большинство рекомендаций имеют некую связь с спонсором. Их панель экспертов, эксперты могут быть очень серьезные конфликты интересов. Даже иногда у председателя может быть серьезный конфликт интересов. И вот что интересно, что никто, бывает так, что не один, иногда бывает, что ни у одного из представителей комитета, это конфликты интересов, но присутствует такой тщательный подбор членов комитетов, разобращающих рекомендаций, поскольку так тщательно выбраны члены комитетов, что в итоге эти эксперты все равно придут к мнению. То есть, они ранее говорили, в итоге их мнение придет к тому, что не обязательно находить того, кому платит индустрию, вы можете найти очень честного человека, который будет честно бороться за своим мнением, и в итоге это мнение будет некорректным, поскольку вы ничего не услышите о противоположной точке зрения. В итоге есть масса причин, почему даже рекомендации не могут спасти нас. Еще одна очень частая причина заключается в том, что отсутствует корректность систематических обзоров. Нет хороших метаанализов, даже не говоря о том, что у нас нет хороших данных, чтобы обосновывать эти метаанализы. Недавно у меня была беседа, я как-то разговаривал с руководителями одной из наиболее видных и известных организаций, занимающихся разработкой рекомендаций, и даже когда они говорят, что они занимаются систематические обзоры, когда я спрашиваю, что вы делаете, они делают то, что они делают совершенно ужасные систематические обзоры, и они даже не подходят на уровень, скажем так, очень такого третьесортного обзора. И я вам нарисовал ужасную картину, и я не вижу, что многие из вас собираются совершить самоубийство прямо сейчас, но давайте успокоимся. У нас есть решение для таких проблем. Первое решение, собственно, нужно идентифицировать проблему, нужно выявить, не нужно стесняться, нужно быть честным, честно говорить о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Во-вторых, у нас есть целый ряд вмешательств или исследовательских подходов, которые могут повысить транспарентность, прозрачность, надежность и доверие к получаемым данным. Также у нас еще много решений, которые предлагаются специалисты, как я, но нет доказательств этого, и этим решением нужно подвергать эмпирической валидации, оценке и тестировании. Итак, вот это, собственно, описание 12 семейств решений, которые можно применять. Они относятся не только к медицине, их можно применять в самых разных научных областях. И на самом деле, вот что интересно за последние 10 лет, это то, что во многих областях, вот в том, что я, например, сказал о медицине, наблюдается определенный кризис воспроизводимости, или, скажем так, наблюдается поиск способов для того, чтобы повысить надежность и воспроизводительную ситуацию в психологии, психология, например, психологические науки, неврологические науки, экономика. Везде задается вопрос, следуют ли они истинно научного метода, и нет ли систематических ошибок, которые очень серьезно влияют на большую часть публикаций. Другими словами, эти решения вырабатываются в разных областях науки, и иногда в таких ситуациях мы можем трансплантировать решения из одной области науки в другую, и мы можем надеяться на то, что получим адекватный результат. Я некоторые из этих аспектов хотел бы обсудить несколько более углубленно. Итак, работа совместная грабоков в командах – это то, что позволяет улучшить, повысить доверие. Я говорил, например, о генетике, которая была опубликована порядка 50 тысяч статей, когда мы смотрели на каждый отдельный ген с небольшой выборкой, с ужасными применениями статистических методов и с селективным подбором того, о чем мы сообщаем в публикациях. Но в итоге мы поняли, что мы никуда не принялись этим. Все, что опубликовано было, оно было невоспользуемо. Мы просто загрязняли журналы, скажем так. И, по сути, вся эта область была изменена. Были созданы большие консорциумы, и на одной и той же теме работали целые группы экспертов. Были разработаны очень жесткие стандартизированные методы по разработке и анализу этих генетических исследований. Они внедрили очень жесткие правила статистической оценки результатов. И как только это было сделано, то получилось, что 1% литературы до трансформации считалось надежным. Сейчас 99% этих публикаций считаются надежными. И полезно ли это литература – это другой вопрос. Можно использовать эту информацию. Это, на самом деле, все исследовано в очень ранней фазе. Но, по крайней мере, мы, благодаря этой групповой работе, мы разрешили эту дилемму надежности. Однако регистрация данных. Регистрация означает, что я говорю остальному миру о том, объявляю остальному миру о том, что у меня есть конкретная идея, конкретный протокол, конкретный план анализа, и также конкретный способ того, как я провожу исследования. Очень многие журналы, приблизительно 150 журналов, также принимают определенные регистры, регистры в истории документации, которые также описывают то, что проводилось исследование. То есть это достаточно серьезная документация с огромным количеством таблиц и разнообразных данных в секции результатов. Соответственно, это также предоставляет те результаты того, что вы можете обсудить результаты исследований. Соответственно, вы соглашаетесь на то, что вы проводите подобный анализ, и затем просматриваются все данные перед публикацией, затем публикация делается, и таким образом распространяются эти данные. Затем ее еще раз просматривают, и затем уже происходит финальная публикация. И, соответственно, вы можете проверить эти знания, которые отклоняются от первоначальных исследований. 12 лет назад приблизительно у нас не было никакой регистрации, и сегодня у нас 120 разнообразных динамизированных исследований, которые зарегистрированы в разных регистрах. И это не финальная граница, тем не менее. Существует огромное количество исследований, которые не срегистрированы, и много исследований, где регистрация не позволяет нам увидеть в полной ясности те исходы, которые не получили эти анализы, которые, скажем, предшествуют каждому из этих выводов. Соответственно, у нас есть определенная степень свободы по поводу того, как проводятся эти исследования, как проходит регистрация, или они проходят в оксе, соответственно, это, опять-таки, субъективизм. И, в идеале, вы бы хотели видеть, конечно же, полный спектр исследований, и у вас должно быть определенное мнение по поводу того, как все это должно выглядеть даже до того, как вы начинаете проводить подобные исследования. И что же может пойти не так, если у вас нет регистрации? Что может пойти не так? Во многих дизайнах исследований, особенно в обсервационных анализах, вы можете с этим столкнуться даже в РКИ, вы видите, что абсолютно любой результат можно получить. Это то, что я называю вибрацией эффектов, или так называемый эффект яруса. Это по имени греческого болла, который двулик, у которого лица направлены в разные стороны. Вот видите, здесь у нас миллион анализов по одинаковым ассоциациям, по одинаковому полу данных. Давайте посмотрим на тот, который находится у нас по витамину Е справа, и витамин Е и ассоциация с летальными исходами, с риском смерти. Миллион анализов по одной и той же проблеме, по одному и тому же полу данных. Как такое возможно? На самом деле, вы должны, конечно же, включать другие данные, скорее всего. И существует также целая миллиарда разнообразных факторов, которые приносят лепту в риск внезапной смерти. Это и амнистические данные по сердечно-средственным заболеваниям, инфаркты в анамнезе, например, и пол, и возраст и так далее. То есть, огромное количество разнообразных факторов. Если вы, например, поднимите 2 в 9 степени, возьмите 2 в 9 степени, это в этом случае огромное количество из этих, миллиона этих опций будет приводить к тому, что наличие витамина Е приводит к повышенному риску внезапной смерти. Итак, в зависимости от того, что вы хотите сказать, в зависимости от того, какую вы выборку данных возьмете, вы можете сказать или подтвердить ту или иную идею, но никаким образом вы, по большому счету, не подтвердили объективные данные. Это всего лишь подтверждает научно ваше собственное мнение. Если вы предварительно решили, какой анализ вы приведете для того, чтобы получить этот анализ, вы можете поиграть с разнообразными типами анализов, с разными данными, для того, чтобы подвести это к тому мнению, которое вы хотите выразить. И вот, по большому счету, таким образом вы получаете большое количество исследований, которые появляются и уходят с научной арены. Например, хорош для нас кофе, полезен для нас кофе. Три из последних статей – это исследования по поводу кофе, которые говорят о том, что вы можете прожить гораздо дольше при помощи двух-трех чашечек кофе в день. Возможно, я выпью кофейку несколько позже, после того, как я шесть часов погуляю по Эрмитажу, например, но я не думаю, что при помощи этого я прошиву действительно более долгую и счастливую жизнь. И также мы пытаемся оптимизировать прозрачность данных при помощи лучшего доступа к данным. Если вы посмотрите на вот эту научную статью, она зачастую похожа просто на рекламу. Вы ее читаете и говорите, да, но вот это на самом деле реклама того или информация о том, как проводилось исследование, но вы не можете восстановить полностью в голове процесс проведения того, как проводилось это исследование. А из этой статьи, если вы получаете исходные данные, то в этом случае вы можете это сделать. Например, вот это исследование пароксидина для лечения депрессии подросткового возраста, которое проводилось в Смит-Лайн-Бище и опубликованное в 2001 году. И по антидепрессантам здесь говорится, что эти антидепрессанты безопасны и достаточно эффективны. Затем те же самые данные были проанализированы повторно, и исследователи пришли к выводу, что непримирные пароксидины являются неэффективными и небезопасными для той же популяции пациентов, и это серьезная проблема. Как часто это происходит, на самом деле, подобные ситуации. Пару лет назад мы посмотрели на каждое исследование, которое было повторно проанализировано по тем же самым вопросам и с тем же самым полом данных. 35% случаев мы получили аналогичный паттерн. То есть первоначальная статья говорила о том, что терапия работает, а следующий анализ говорит, что нет, абсолютно нет. При том же самом поле данных были первые данные, говорят, что давайте лечить герметрические пациенты, а вторые анализы говорят о том, что лучше для молодых пациентов. И кто проводит этот анализ? Это не какие-то, скажем, аналитики, это были изначальные авторы, которые просто повторно проанализировали свои данные и пришли к абсолютно другому поводу. Почему? Потому что единственный способ, при помощи которого они могут проанализировать статью второй раз, это изменить, так скажем, мнение, сказать, а у нас что-то другое сейчас появилось или изменилось мнение. И вот таким образом, по большому счёту, это сбивает нас с толку, но это именно то, чего мы ждём, да, каких-то новых данных, сбивающих нас с толку и ведущих нас к дальнейшим мыслям. И вот это ещё исследование от так называемой ковчег данных, да? Вот это один из проектов, который мы с Томом Харкером назвали именно так, ковчегом данных, потому что это нечто прямо из Библии, где, если вы помните, когда Ной пытался спасти пару каждого вида для последующего восстановления, здесь приблизительно аналогичная ситуация. У нас были взяты некоторые данные, и мы не просили, на самом деле, здесь оплатить наши услуги, мы работали просто, по большому счёту, как волонтёры. И причина, по которой мы этим занялись, заключается в том, что, в основном, мы основные причины заключаются в том, что эти данные находились за пределами контроля самих исследователей, то есть, по большому счёту, главный исследователь говорил, да, вы знаете, спасибо, что вы мне позвонили или со мной связались, но по большому счёту у меня нет этих данных, и то есть, у главных исследователей даже нет данных, которые они исследуют. И во многих статьях, вы знаете, я думаю, что главные исследователи даже не видели эти данные, которые были включены в результате публикации. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией. На самом деле, данные и раскрытие данных – это то, что поощряют многие издания. Мы посмотрели на несколько изданий, пару лет назад, посмотрели на протоколы, на материалы, на данные, которые были опубликованы. Вот вы видите, посмотрите, что хотят сами издания. Да, 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 дайте нам, пожалуйста, данные, но вот вы видите, что если вы чётко посмотрите на конкретные статьи, то в большинстве случаев у нас 0 из 10 статей, на которые мы смотрели, действительно раскрывают истинные данные, которые они получили в ходе исследований. И за последние годы мы получили некоторое количество прогресса. После того, как поделились данными в публикации, мы тем не менее видим прогресс. Вот это один из таких хороших примеров – это BMJ и Post Medicine за последние годы выдвинули политику, которая говорит о том, что они не должны публиковать статью, если вы не хотите поделиться полностью или раскрыть полностью все данные по исследованию. И за последние годы были сделаны несколько публикаций, где действительно данные были раскрыты, и мы попросили подобные данные полностью, и только половина, фактически, всех исследований сегодня действительно делятся полностью данными. Когда мы проанализировали данные повторно, то мы выделили некоторые ошибки, но тем не менее количество, так скажем, этих ошибок, они были незначимыми, и они, по большому счёту, не сильно искажали данные. Но если мы видим, что если вы создаёте правильное, корректное окружение, можете создавать условия, в которых совместное использование данных будет нормой, и оно может происходить достаточно спокойно, и вы можете получать верифицируемые результаты достаточно быстро. Если у вас, если вы получаете данные в корректной форме, можете провести повторный анализ очень быстро. И за эти годы мы также видим, как ситуация меняется. Несколько лет назад мы смотрели на случайную выборку данных, публикованных с 2000 до 1400 года. Ситуация выглядит очень хорошо, хотя за последние годы что-то улучшилось. Мы повторили эту работу по данным 2015-2017 года. Мы видели, что сейчас больше данных используется, скажем так, совместно. В 2000 году менее 1% исследований делились своими данными. В 2017 году мы получили уже 25% статей, в которых авторы были готовы делиться своими данными. Также есть улучшения и в другой области. Сейчас всё больше прозрачности в декларации о спонсорстве, спонсировании исследований и конфликт интересов. Мы не можем быть уверены на 100%, что конфликт интересов действительно заявлен полностью, но, по крайней мере, есть некоторые положения, и кто-то берёт на себя ответственность за то, чтобы заявить о том, какие могут быть конфликты. И также мы увидели улучшения в области воспроизводимости расчётных методов. Когда я учился, меня всегда поражали вот эти сложнейшие методы расчётов, которые практически невозможно использовать самостоятельно. Нужно было звонить тому, кто разработался в программном испечении, и тогда всё было непонятно, и требовалось месяца обучения, прежде чем что-то начинало в принципе работать. И сейчас в этом отношении ситуация изменяется к лучшему. Сейчас чаще используется программное испечение, лучше программа испечения валидируется. Естественно, есть масса невалидированного ПО, но я вижу, что большая доля, скажем так, общества, которые занимаются расчётами, они понимают, что процесс нужно делать более прозрачным, более простым, поскольку в итоге это то, за что их будут уважать, за что их будут... То есть и те, кто занимаются данными, они должны быть способны делиться тем кодом, тем, что они делают. Это как бы та слава, которую они могут получить, и которую они могут ожидать, что то, что они... их продукт действительно работает и работает хорошо. Улучшение... лучшая статистика и лучшие методы. Это очень большая проблема. Медицинские исследования и многие другие области науки стали чрезвычайно зависимыми от расчётов, и они очень зависимы от дизайна. И нам нужно уметь выбирать лучшие дизайны, оптимальные дизайны исследований. И это не такой простой вопрос. Это не то, что можно сделать без соответствующего обучения. Вам нужно иметь соответствующие знания и опыт. Либо у вас, или вам нужны люди в команде, имеющие соответствующий опыт в разработке дизайна исследований и его анализа. Нам не хватает знаний или обучения по статистике, даже хуже. Зачастую мы предлагаем обучение статистике до уровня, когда люди его могут использовать, но зачастую они его используют неправильно. Мы даём очень простое обучение статистике. Мы говорим студентам, вы должны свободно использовать ТТС или регрессионные модели и так далее. Но далее в итоге мы получаем некорректное использование статистических расчётов, поскольку те, кто использует их, на самом деле не понимают, каковы ограничения методов, какие есть предположения в методах, когда этот тест может использоваться, как и каким образом он должен быть увязан с конкретным дизайном исследований. Также нам не хватает... Также есть проблема в обучении, скажем так, стандартным процедурам исследований. Рандомизация очень важна не только для исследований человека, но также для исследований на животных. И для фундаментальных исследований. Если вы проводите исследования в вмешательствах на животных, нет причины не рандомизировать его. У человека вы можете подумать о том, что, возможно, эта терапия может вести вред, тогда, возможно, не нужно рандомизировать пациентов, например, на группу, одна, которая должна будет курить, а вторая нет. Но в исследовательных животных это возможно, и это происходит, на самом деле, рандомизация только в 20% исследований животных происходит. Далее, ослепление исследований. Мы знаем об систематической ошибке экспериментаторов уже практически 15 лет, но на самом деле, когда мы знакомимся с исходами, они все равно не ослепленными остаются, а на самом деле должно делаться в рутинной ситуации, рутинно тогда, когда это необходимо. Нужна ли нам другая статистика? Новые правила, скажем так, применения статистики. Если у нас так много статистических, достоверных результатов, которые ненадежны, и если мы просто в отчаянии хотим понять, что значение P0,05 не всегда означает истину, и мы не смогли донести это сообщение. Но можем ли что-то сделать? Есть очень простое решение. Давайте сместим порог от 0,05 до 0,00. И что это означает? Если вы посмотрите с точки зрения байсового фактора, если вы получаете значение P, которое несколько ниже, чем 0,05, то вы считаете, и верите в то, что альтернативная гипотеза, что в ней что-то есть, и вероятность этого повышается примерно в 2 раза. Если мы спустим этот порог до 0,00, то это означает повышение вероятности, или эта гипотеза, что это в 120 раз. Означает ли это, что она истинна? Конечно, нет. Если вы верите при начале эксперимента, что гипотеза, которая 1 к 1000, если вы увидите в 20-30 раз, то все равно, скорее всего, эта гипотеза будет ложной. Даже если вы ее вероятность увидите в 20 или 30 раз, но, по крайней мере, это решение, чтобы устранить по крайней мере в 30% публикации то, что они называют сейчас статистически достоверной информацией, на самом деле это не так. Это некая временная мера, которая позволяет нам приспособиться к ситуации и попытаться не утонуть в том потоке статистических данных. И большинство, большинство статистик, которые мы используем, она не подходит под свои задачи. Мы используем P-значения для того, чтобы разрабатывать прогностические шкалы, чтобы оценивать диагностические тесты, и даже для того, чтобы анализировать, оценивать терапию, заниматься майнингом электронных информаций о пациентах или майнингом бигдата. Есть лучшие инструменты, P-значения для них не подходят. Далее, тестирование значимости нулевой гипотезы – это лучший выбор, где можно 20-30% случаев. Но как сделать так, чтобы использовали лучшие статистики, как нам обучить большинство ученых, или как связать их с учеными, которые понимают, как использовать статистику оптимальным образом? Это очень большая проблема. И нет консенсуса в этом отношении, поскольку мы понимаем, что это очень серьезное препятствие. Нам нужно на этом сосредоточиться. Мы не можем игнорировать то, что наука зависит от статистики и от специалистов по анализу данных. И даже ведущие журналы, которые дают рекомендации по тому, как должна представить статистика, далеко не всегда согласны в том, что они должны действовать одинаково. И текущая ситуация в том, что на данный момент в большинстве исследований ученых-специалистов по обработке данных в команде нет. Имеется очень плохая коммуникация между учеными, теми, кто занимается обработкой данных, и прочими членами команды. Большинство аналитических планов применяется, скажем так, и троспективно. И даже, кроме того, даже некорректные статистические запросы отправляются тем, кто анализирует данные. Вот замечательная работа в Аналове Интернер Медисин. Это, собственно, статья об опросе биостатистиков. Им задан был вопрос, какие вы получаете запросы от основных исследователей, и запросы были совершенно ужасными. Например, они их просили, что они должны дать результат, который, по мнению исследователя, должен быть получен. Им пытались менять предположения и так далее, и в итоге это приводило к еще большим систематическим ошибкам. Институциональные практики могут помочь. Это может помочь, скажем так, ситуации таким образом, что мы будем разрабатывать систему обучения, которая позволит нам подготовить новое поколение ученых, которые будут готовы справляться с этими проблемами. То есть недостаточно, чтобы просто пройти некий курс. То, что мы делаем сейчас, мы отправляем наших специалистов на какие-то курсы, и это достаточно возможно для вас, но нам нужно принимать внимание, что эти проблемы должны решаться. У нас есть инструменты, которые позволят нам поправиться с этими проблемами, нам нужно хорошо подготовленное общество. И нам нужно тренировать ведущих исследователей, старших исследователей, поскольку есть новые итерации, новые инструменты появляются, и они должны быть с ними знакомы. И в конце я хотел бы поговорить об некоторых любопытных моделях и поделиться некоторыми идеями касательно системы вознаграждения. Вот это 11 уравнений, как вы видите. И здесь это попытка создать некую такую универсальную науку. Насколько она универсальна, да? Мы говорим о трех типах ученых. Есть ученые, которые неэтичны, есть ученые, которые беспечны, и те, которые, скажем так, работают хорошо, если хотите. То есть ученых не так много. Ректора и президенты, они в новостях. Но мошенничество в науке – это очень редкая ситуация, да? Беспечность встречается часто, но наука – это профессия, в которой минимальная вероятность мошенничества. То, что встречается, наверное, чаще все-таки – это некая беспечность в науке. Под разные причины, поскольку иногда бывает, скажем так, несознательно, они пытаются как-то найти быстрый путь к получению красивого результата. Как часто это встречается? Если вы спросите ученого, а вот вы, как вы, в беспечном выявленном комиссии, то, скорее всего, они скажут, нет, конечно, я очень хороший человек. Но если вы спросите, как часто вы, как часто с вами работают такие беспечные ученые вокруг вас, ответ будет практически 100% из них. Суть в том, что есть некоторые, скажем так, из нас, я думаю, что я в этом смысле иногда не удивляю достаточно внимания тому, что я делаю, я такой небрежный, что ли, отношусь к этому. Иногда я просто не знаю, что происходит, а иногда меня очень интересует моя идея, я хочу ее доказать. И, возможно, но, скажем так, это меньшинство, а большинство ученых, они, скажем так, они, если хотите, работают как нужно. Они небеззалабельны, они этичные, они усердны. И вот, но в итоге, но в итоге, нам не нужны эти уравнения. Если ученые подписаны одинаково, они получают, они то же самое, фонсирование, средства студентов. И те, кто ищет, скажем так, короткий легкий путь, им они тратят меньше времени или вообще не работают, если они мошенничают. И, соответственно, их становится все больше и больше, и они подавляют тех, кто работает правильно. Соответственно, нам, для того, чтобы решить эту проблему, нам нужно некоторым образом, скажем так, сгармонизировать, что ли, ситуация так, чтобы система вознаграждения вознаграждала лучших ученых. И как это сделать? Нам нужно устранять конфликты. И мы можем бесконечно спорить на эту тему, но я думаю, что для некоторых типов исследований лучше уравнять, скажем так, ситуацию с тем, чтобы устранить, по крайней мере, легко определяемые конфликты, например, финансовые, рандомизированные исследования по продуктам, метаанализы, систематические обзоры, которые пытаются устранить конфликты полностью с точки зрения, скажем так, по крайней мере, финансовых вопросов. Далее нам нужно подумать о различных подходах, которые позволят нам заниматься наукой, коммуницировать наукой, общаться с наукой и, скажем так, верифицировать ее наличие. И для того, чтобы добиться этого, мы должны вознаграждать не просто за то, что вы что-то публикуете, больше и больше и больше публикаций, но мы должны оценивать качество работы. Мы должны оценивать то, насколько делятся этот ученый с другими членами научного сообщества. Мы должны оценивать воспроизводимость этого, сколько она воспроизводима. Мы также должны оценивать ее трансляционный потенциал. Работает ли то, что они сделали, изменило ли это что-то, улучшает ли это жизнь человека, если мы говорим о медицине. Я не меньше против производительности, но на самом деле очень часто мы видим, что это приводит просто в большом количестве шума, и не более того. Есть масса действий, шагов, которые мы можем предпринять, понимая все эти проблемы. Наука – это непрерывный цикл, который, скажем так, постоянно изобретает сам себя. То есть новые исследования, новые ответы оборождают новые вопросы. И большинство ученых сегодня, они понимают, что у нас есть проблемы, с которыми нужно справляться. Большинство из нас, не все мы имеем одинаковое образование. Я считаю, что я недостаточно обучен. По крайней мере, мое образование, с моей точки зрения, мне его не хватает, по крайней мере, с учетом всех проблем, которые окружают нас. Но, по крайней мере, можем родиться вместе, чтобы пытаться оптимизировать нашу вероятность достижения успеха. И это проблема не только в ученых, но только в других заинтересованных сторонах. Это журналы, это производители и так далее. То есть, скажем так, многие из них – это ученые в других шапочках, если хотели, да? И те, кто занимаются... Кроме того, есть, собственно, общество. И я думаю, что мы должны работать с каждой заинтересованной стороной в медицине. Есть очень много заинтересованных сторон. Там, естественно, есть университеты, есть клиники. В зависимости от системы здравоохранения есть вместе с страховой компанией, регуляторы. И нам нужно подумать о том, какова цель каждого из этих сторон. Кто-то хочет, чтобы было опубликовано больше исследований, и это ничего плохого нет. Кто-то хочет получить больше средств, чтобы продолжать исследования, и это тоже нормально. Кто-то хочет, чтобы то, что... Ты же так, что мы получаем, чтобы это было транслировано, что-то, чтобы спасать жизнь. Это тоже хорошо. А кто-то хочет заработать деньги. И в сегодняшнем мире это тоже хорошо. Но нам все эти заинтересованные стороны нужно, скажем, делать так, чтобы они работали в одном направлении. Поскольку если мы получаем научные данные, скажем так, не конфликтные, без каких-либо ошибок, вот этого выиграют все. В качестве выводов можно сказать следующее. Наука – это лучшее, что произошло с человечеством. Я не хочу, чтобы вы вышли из этого зала, думая о том, что наука – это плохо, что мы ее должны подумать и заменить ее чем-то еще, и прийти к тому, что может быть полезным для нас. Наука – это лучшее, что произошло с человечеством. Но, тем не менее, есть масса рисков систематических ошибок, и очень хорошо, что мы начали понимать, что эти ошибки имеются в нашей жизни, и очень хорошо, что мы сейчас начали что-то сделать, чтобы как-то с этим справиться. Нам нужно подумать о том, особенно, когда мы говорим о медицине, мы должны знать о том, что делает наши исследования полезными. Что мы можем сделать нового, как мы можем сделать так, чтобы это работало. И это непросто. Я думаю, что нам нужно, скажем так, нашу систему вознаграждений, как-то сделать так, чтобы она вознаграждала тех, кто действительно делает что-то полезное. И в итоге доказательная медицина – это все-таки непотерянная идея. Мы должны это понимать. И я думаю, что все, о чем я сегодня говорил, доказывает мою точку зрения. Я думаю, что в итоге это произойдет, в итоге она будет работать. И я благодарю вас за вашим мнением, за то, что вы перенесли меня на сцене уже больше часа. Дорогие друзья, я рад представить вам Джона Иоаннидиса, ведущего современного методолога и картографа ландшафта современной науки, а также основателя новой дисциплины, вы называете ее метанаука и страстного сторонника радикальных перемен в сфере науки. Джон, мой первый вопрос довольно очевиден. Пожалуйста, расскажите нашим слушателям о ваших учителях и людях, оказавших на вас большое влияние. Мне кажется, моими учителями были очень многие люди. Я стараюсь учиться у всех, с кем меня сводит судьба, с кем я общаюсь. И, конечно же, главные мои учителя – это мои студенты. Но в молодости несколько человек оказали огромное влияние на становление моего мировоззрения. Очень трудно выбрать кого-то из этого длинного списка. Я бы назвал покойного Тома Чалмерса, с которым я познакомился в 1992 году вместе с Джозефом Лау. Это был тот год, когда начали много говорить о доказательной медицине. И Том с Джозефом опубликовали статью о кумулятивном метаанализе. Конечно, все эти события невероятно впечатлили меня, и я в огромном долгу перед ними и многими другими. Я очень внимательно слежу за вами с 2005 года, с тех пор, как вы опубликовали вашу нашумевшую статью в журнале PLOS. И перед этой встречей я посмотрел, сколько у меня на компьютере скачано ваших статей. И я должен сказать, что вы обладаете уникальной способностью постоянно генерировать интереснейшие, наиважнейшие и актуальнейшие вопросы. Да, это мое наблюдение. И, возможно, мой вопрос прозвучит несколько провокативно. Не могли бы вы поделиться с нами секретом, как вам удается задавать такие вопросы? Вы, конечно, даете и ответы на некоторые из них, но это те вопросы, которые делают ученых такими интересными личностями. Это интересный вопрос. Я не уверен, что вопросы, которые я задаю, или ответы, которые я предлагаю, действительно так важны. Мне действительно нравится то, что я делаю. Я искренне верю, что те проблемы, которыми я занимаюсь, интересны. Я не могу не размышлять о них. Когда что-то увлекает тебя, ты не можешь заставить себя не заниматься этим. Ну а если не интересно, то очень трудно заставить себя взяться за дело, начать размышлять и работать над темой. Как сказал я в самом начале, мне очень повезло, что я работаю с огромным количеством очень талантливых ученых. И я стараюсь никак не ограничивать те сферы, в которых работают те специалисты, с которыми я сотрудничаю. Многие ученые считают, что нужно сконцентрироваться на одной сфере и не позволять своему вниманию рассеиваться, потому что иначе люди скажут, что я хватаюсь за все подряд. Я думаю, что мне очень повезло, что я могу хвататься за все, в хорошем смысле слова. Особенно если ты можешь общаться с другими людьми, которые делятся интересными мыслями, и стараешься увидеть, как их можно применить. Взглянуть за пределы той сферы, в которой ты наиболее компетентен, это всегда вызов. И стараешься понять, почему коллеги из другой области работают с другими инструментами, другими подходами, рассматривают проблему под другим углом. Я думаю, что здесь можно черпать вдохновение и постоянно извлекать из такого рода взаимодействия уроки для себя. Так что, по-моему, именно эта интердисциплинарность доставляет мне особое удовольствие. Зачастую новые идеи появляются именно благодаря тому, что мы ищем пути в точках соприкосновения разных сфер. То есть это талант сводить вместе разные знания и разных людей. Самое полезное свойство на сегодняшний день. Возможно, это умение довольно редко поощряется, и в результате люди, которые пытаются это делать, не сталкиваются с серьезной конкуренцией. Как я уже говорил, в некоторых сообществах оно не особо котируется, потому что считается, что нужно быть более сосредоточенным на чем-то одном. Я думаю, что мне очень повезло оказаться в среде, где к этому не просто толерантно относились. Это, по сути, поощрялось. Согласитесь ли вы с утверждением, что исходное допущение о самокорректирующейся науке и мотивации ученых с 20 века несколько изменилось? В том смысле, что образом ученого в 20 веке был эдакий искатель истины, в то время как нынешняя научная норма смещается в сторону большей любознательности. То есть человеку нужно доказать, что его намерения хороши, что он максимально открыт. Ну, я думаю, что наука изменилась, она стала более комплексной, а объем информации, которую мы собираем, увеличился в разы. Количество людей, занимающихся наукой, достигло масштабов, которые мы себе и представить не могли. И в этом есть новые возможности, но и многие трудности тоже, такие, как финансировать проект, какие возникают конфликты интересов, в особенности финансовые, а также предрассудки в отношении потенциальных партнеров. И вся эта эволюция создает новую среду, в которой науке нужно заново переформулировать саму себя. Я свято верю, что наука — это лучшее, что случилось, случается и случится когда-либо с человеком. Но ее нельзя воспринимать как должное. Нельзя думать, что если я хочу быть хорошим ученым, я легко смогу узнать истину. Ничто не дается легко. Нужно море усилий, необходима готовность многих ученых объединить эти усилия. И иногда самокоррекция оказывается не такой эффективной, как нам хотелось бы. Так что наука корректирует сама себя. Но понадобится ли на это тысяча лет, как получилось с точки зрения, что Земля является центром Вселенной, или же все произойдет гораздо быстрее? Мы ведем борьбу со временем и в некоторой степени с самими собой. И успешно. Наука успешна. Но у этого успеха есть цена. Хорошо. И мой последний вопрос. В духе рождественского выпуска журнала BMG, это будет в форме ролевой игры. Представьте себе, что мы герои древней истории Геродота. Итак, вы бывший правитель Афин, мудрец Салон, законодатель. Да. И сейчас вы в гостях у сказочно богатого медийского правителя по имени Крес. И это я. И вот Крес только что продемонстрировал Салону свои богатства. И вот после этого Крес спрашивает Салона, то есть вас, кто самый счастливый человек из тех, кого вам доводилось встречать. Может быть, нам стоит немного изменить историю, потому как очевидно, что Салон назвал бы кого-то совсем небогатого и ведущего тихую и размеренную жизнь. Я не уверен, что согласился бы с такой позицией. Я бы точно не назвал самого Креса, хотя он и богат. Очевидно, что ты не самый счастливый человек в мире, Крес. Но кто же тогда самый счастливый? Может быть, кто-то, кто познал в жизни любовь и умел мыслить? И кому ничто не мешало мыслить? Я думаю, что вот две необходимые составляющие счастья. Спасибо. Было очень приятно побеседовать с вами. Спасибо. 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 Спасибо.